Приветствую вас! Вы мне задаете никакого вопроса в своём тексте, то есть, непонятно, как бы, как бы, чего вы хотите от психолога. То есть, вот есть ваш муж, с которым браки находятся четыре года. Муж достаточно конфликтный, да? Вот. И далее вы перечисляете его недостатки. Я вас понимаю. Но ведь он, скорее всего, всегда таким был. Он ведь, скорее всего, всегда вёл себя так. И вы его выбрали, и вы его, что, приняли таким, какой вот он есть, ну, видимо, видимо. Я не знаю, конечно. Я просто говорю о том, как могут обстоять дела. Да. Вы его приняли таким, как он есть. Значит, что? Если вы приняли его таким, как он есть, значит, что? Что это означает? Это означает только то, что, значит, что он вас с пары до времени устраивал, что он вас удовлетворял во всём. Вот. И только потом, только потом, он перестал вас удовлетворять. Но опять же, если он перестал вас удовлетворять, то немного непонятно. А почему вы сразу, например, не сказали ему о том, что там, ну, что вам не устраивает что-то, что вам там неприятно что-то, что вам не нравится что-то, ну и, собственно говоря, так далее. То есть, почему? Вы это всё терпели, да, вы это всё как-то вот, значит, в себе подавляли, 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 подавляли. А зачем, кстати говоря? Тоже важный вопрос. Для чего вы это всё подавляли? Вот. И потом, потом, ситуация складывается так, что теперь ваш муж угрожает вам, значит, на нём, унижает вас при детях и так далее. Вот. Но почему он это делает? Зачем он это делает? Да? Зачем? А, потому что его всё устраивает. Вы позволили ему, и он вот так себя ведёт. И именно так. Именно по этой причине. Понимаете? Вот. И тут нужно отдавать себе отшивок в том, что если вы так поступили, если вы приняли этого мужчину изначально конфликтным, то, ну, как минимум, нужно либо нести ответственность за то, что... Ну, за то, что вы такого человека выбрали, либо уходить от него, либо расставаться и говорить, что, ну, сказать им, что прости, дорогой, как бы нам с тобой больше не по пути. Вот. И всё. То есть это нормально. Это нормально. В данном случае. Понимаете? Ну, вам нужно сделать выбор. Свой. Дальше, значит, при последней ссоре, когда он нажмёт, всё просто вернуться, говорить, что такого больше не повторится. Не знаю, как быть. Тереть семью нелко. А почему нелко там? Разве это семья, где мужчина не помогает, ничего не делает для семьи, для дома там и так далее? Разве это семья, где мужчина не заботится о своих детях, не даёт им, не даёт им там, я не знаю, любви, заботы, ласки, тепла, внимания и так далее? Разве это семья, что дети не видят отца и не видят адекватной мужской фигуры? Именно адекватных, потому что не адекватную они видят. И очень здорово. Так вопрос, есть ли у вас семья вообще? И была ли она у вас? Когда-то? Ну, может быть, в начале? Может быть, в начале? Семья у вас и была, может быть. Но сейчас то, что вот с вами происходит, это явно не семейные отношения. Вот. Что-то вы терпите от него вот это всё, и то, что вы, как бы, зависимы от него в этом контексте. Ну, я имею в виду, сравнение с того, что после всего, что он сделал, вы ещё размышляете о том, стоит ли, ну, сохранять семью с ним. Стоит ли, что делать вы не знаете. То есть вы, вы серьёзно думаете о том, что бы мужчине дать шанс ещё один. Ну, вы, конечно, можете это сделать, вы можете сказать, дорогой, хорошо. Я дам тебе шанс, только запишись к психологу и поговорить с ним. Потому что то, что вот сейчас происходит, то как это всё происходит. Ну, это ужасно. Я не хочу так говорить. Я боюсь за здоровье. И вы правы. На самом-то деле. Вы правы. У вас, ума, ума, ума проблема. Унижение его, его, ну, унижение его вас. Крики, ножом угрожают вам. Это всё проблема. То есть у мужчины проблема. Понимаете, у мужчины проблема. У мужчины труд, труд, трудности как бы. Вот. И соответственно, соответственно, эти трудности ему нужно преодолеть. Если он действительно хочет быть с вами. В отношениях. Действительно. Поэтому не нужно ему, не нужно верить словам мужчины. Не нужно. Скажите ему, обещаешь, что это не повторится? Хорошо? Хорошо? К психологу обратись. Работай с ним, чтобы я была уверена в том, что это не произойдёт. И всё. Может быть, к врачу даже. Может быть, там, по медицинской части что-то с ним не так. Понимаете? Вот. То есть, эм, так нужно. Так нужно. И свои интересы защищать нужно. Себя защищать нужно. Детей своих защищать нужно. А то вы говорите, что вам жалко терять семью, а то, что дети травмируются. Вы вроде как об этом забываете. Ну, то есть, понятно, не забываете так прям уж активно. Но, тем не менее. Тем не менее, тем не менее, да? Вот. Вот так. Дальше, значит, эм, ну и дальше возведут претензии. То есть, то есть. Ещё стал терять на себе троих детей. Эм, то есть, на себе детей. Три года и один год за три года. Муж оставался всего пару раз на пару часов. Эм, не гуляет с ними, не купает, не кормит. По дому вообще не помогает. Ну так, а у него есть мотив? Зачем ему вам помогать, если вы всё сами делаете? Ничего ему вам помогать, если вы всё взяли на себе. Мужик не будет что-то делать, если, эм, если его всё устраивает. И разберитесь, пожалуйста, в поведении мужа. Его конфликтность имеет причины. Противоречия у него какие-то, неудачи, проблемы. Путин вам об этом расскажет. Ну, если хочет быть с вами, конечно. Посмотрите, если сможете ему помочь, помогите. Если нет, то к психологу. Кх-кх, быстро обращается. А так просто, ну, сами понимаете, что изменится. Что изменится, вот, эм, после его обещаний. Ничего. Абсолютно всё будет как премия. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.